Саран-саран, с вами Ари Ран, Мультиреакция, смотрим с вами новинки кип-опчета, ваше сообщение, которое вы мне присылаете по донату. Первая заявочка пришла ко мне анонимно, прочитаю. Красивая точка эпохи BAP. Им удалось поблагодарить поклонников и оставить надежду на новые встречи. Спасибо ребятам, что ярко светили. Это светлая грусть. Ждем каждого в соло. Дело в том, что я обозревала, да, что ребята планируют у нас вернуться, и это такая радость была большая. Но само возвращение я, во-первых, не видела, а во-вторых, новости о том, что эта точка тоже не видела. И поэтому, когда я получила этого сообщения, я такая, блин, серьезно. Сейчас я уже видела новости об их концерте и видела, в принципе, новости, что у них планируется тур. Поэтому вроде как не такая уж пока что и точка. Но тем не менее, я, конечно же, блин, расстроилась. Расстроилась. Уже так понимаю, сейчас буду смотреть, да, и расстраиваться еще больше из-за того, что кажется, это как бы у нас совсем все. А знаете, еще что хочется сказать? Тут 530-523 тысячи просмотров на клипе. За 13 дней это практически 2 недели. Естественно, это маловато. Поэтому я понимаю, что это не будет что-то, к чему мы привыкли в рамках концепта целого, да, BAP-шек. Тем не менее, скорее всего, да, это будет такая дань прошлым годам, поклонникам, творчеству, BAP и так далее. Называются они у нас, кстати, не как BAP, если чего. На английском более сокращенно написали. На корейском языке идет перечисление 4-х мемберов, участвующих в камбеке в этом. В камбеке можно же так сказать. Бан Йон Гук, Чон Дэ Хён, Ю Ён Дже, Мун Чон Оп. Называется Гонг. Композиция или Ганг, как правильно произносить. Поехали. Ну, блин, слушайте, начало такое с открытым занавесом, они выходят. Ай, у меня что-то какие-то ассоциации появились в таком стиле, в похожем у Вана Вашек был клип, когда они прощались. Боже, там такая прическа. У, какой у него мейк. Ай, что за атмосфера, блин, такая. Но, наверное, поймут только те, кто хорошо знает BAP, то, что они сидят, да, как дружбаны собрались за столиком, такие уже взросляши. Как же мне нравится голос Йон Гука. О, прикольно после партии Йон Гука, высокие нотки, такие нежные, Чонок такой миленький с этой прической. Тенькио там было написано. О, прикольно. Прикольно, знаете, какая, как будто бы такая аллегория здесь, что даже не находясь красиво, как красиво, что даже не находясь на сцене, а просто где-то обедая все вместе, они словно бы все равно продолжают нести свою музыку, стоять, короче, на сцене. Я имею в виду момент с Вилкой, все же поняли, да? Там шоуроле приехали. Красивые кадры снизу, не так часто вот так снизу снимают. Ну, может быть, пару кадров, а тут прямо акцент на это. Вот знаменитый, блин, театр с красными креслями, костюмы с тенческой гримерочкой. Нет, слушайте, ну чунок, конечно, с хвостиком, вообще, блин, такой милый бот, ты видишь? Слушайте, прикольно, что они, да, какого-то такого юмора упор этого добавили, хотя клип вообще такой не юморной. Просто, наверное, это все в атмосфере такой теплой, дружеской. Мне очень нравятся кадры на сцене, где они все вместе. Класс! Спасибо! Очень красиво им поставили сверху. Супер! Блин, мне так нравится, тут не знаю, как это объяснить, то, как они двигаются. О, блин, там еще и на музыке такой гул был вместе с этими фейерверками. Как будто воздух сотрасается. Слушайте, ну очень, как будто бы светло, у нас все многообещающе. Вообще нет у меня грусти какой-то особой такой, если не вдумываться сильно тогда. Ой, блин. Ну, мне в этом образе, конечно, чунок иногда вспоминается вдруг. Например, и тук. И тык. Красиво. Эх, такие, а что, прикольные чуваки там, да, молодцы. Гляньте, сколько народу там участвовало. Вот эта фишечка делать в конце, такие титры. Ган. Прикольная точка в конце. Все, конец. Я, знаете, еще на какой мысли себя ловила вот эти последние дни, думая про Би-Би? Да, мы такие немножечко прочитали, что Джелла нам не хватает. Это младший участник группы, если кто-то не знает. Он для меня один из тех, с кем у меня в принципе Би-Пишки ассоциируются. Наверное, это Йонгук и Джелла. Ну, еще был Химчан, да, Химчана мы так бы и не дождались бы тут точно. В те времена почему-то они, вот как-то не знаю. Хотя мне кажется, полноценна группа вот именно полным составом. Короче, к чему я веду? Когда было объявлено об их возвращении, я уже теперь боюсь так называть, потому что тут даже у нас Би-Пи не указано, да, в заголовке песни, значит, не все там порешали с авторскими правами. Я подумала, ну ладно, потом-то Джелла вернется и нормально, будут уже все вместе продвигаться и клево, что ребята вот сейчас так. Но если это у нас точка, мне хочется сказать, почему не подождали возвращения Джелла? Для меня-то это так-то и не будет, вот все концом, прям концом. С другой стороны, ну, может быть, так порешалось, что именно эта четверка решила замутить такой проект. Что думаете по этому поводу? Ладно, что касается песни, она, конечно, блин, поклонникам прям вот как бальзам, наверное, да, учитывая, как все произошло, как все случилось, какой-то закрывает гештальт. Я хочу поблагодарить ребят, что закрывает его на какой-то высокой такой ноте. Ой, сейчас все начнется у меня. Нет, я не буду реветь, не буду. Но так хочется, ребят, потому что, думая о том успехе, который был, думая о тех эмоциях, которые у меня были, когда я слушала их треки, когда я смотрела переводы, когда я просто такая, а, блин, вот пипишки крутые, крутые. Вот вспоминая все этого, мне, конечно, сейчас их очень сильно не хватает. Хочу обратно, я говорю. Но все равно, я рада, что ребята вот так собрались и побаловали нас таким релизом. Но это большая часть группы, там, все равно-то, да, если подумать. Пишите, пожалуйста, свои отзывы. Мне как-то, знаете, характеризовать, разбирать сам клип или еще что-то не хочется. Просто скажу, что работа, блин, хорошая. И хорошая песня, ну, в целом, то есть проделана. Все это недешево выглядит. Это все здорово на уровне. Но тут, блин, глубина и богатство этого всего совсем в другом. Ну, правильно, не в качестве съемки, не в прикольных каких-то там решениях музыкальных или еще чем-то. Ой, надо было не начинать. Задавали, богатый, где переключиться. Хорошо, анонимному овенку говорю спасибо большое за заявочку. Еще раз благодаря тебе посмотрели. Ребят, все вместе на канале здесь непосредственно. Ари Ран Плюс. Перехожу к следующей. Пришла ко мне от Светланы. Светик, ты предложила посмотреть. Ты мишку нашего. Тэмин всегда удивляет и не подводит. Клип мимо лестничный. Клип мимо лестничный. Что бы это могло знать? Но Тэмин такой секси. Эмин. Мне надо читать Эмин или это просто опечатка? Я буду думать, пока что это просто опечатка. Но вдруг там что-то в клипе такое, да. Такой секси и такая харизма. Ну, ничего нового как будто бы, да. Ой, обсуждали мы с вами при релизной всякие разные материалы. Так-то в целом я представляю, наверное, что будет. Но... Секси in the air. Вот так называется у нас клип на эту композицию заглавную. У нас ожидается с вами еще один клип. Если кто-то не знает, то он должен получить название. Хоризонт. 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 Вот так. Альбом не слушала еще. Включаю. Как будто сейчас что-то будет разрывное ракешное. Графика такая. Ну, ладно. Окей. А-а-а! Какие классные ноты. Ой, блин. Да там все там так очеркили его кубики. Не, парень, я была не готова. Такие резкие взгляды прям в глаза. Фух. Уехала. Мне вот тут нравится. Вы видите это зерно? Очень нравится. А-а-а! Мне вот эта вакансия больше нравится. Не, ну чебачное тоже прикольно, но там столько блюра. А, здесь зерно. Очень классные такие моменты. Эта песня, слушайте. Тымин просто здесь типичный тымин. Вот прям, 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 прям такой, как мы любим, да? Я имею в виду, что даже в адванс он был, как будто новый какой-то, да, интересный такой был. А здесь вот, ух ты, блин, прикольный момент в хореографии. Вообще вот эта тема с его упаду, вздернутая футболка. Ух ты. Что-то кручу-верчу, запутать хочу. Главное, быстро шевелить пальцами. Красиво волосы. Мне нравится его решение в костюмах. Это все на нем очень хорошо сидит, подчеркивает образ, фигуру. Все хорошо. Даже мейкапы хорошо подобраны, прям, виникие. Что-то так. О, слушайте, ну вот это где его воздухом продувают. Блин, какие тонцы прикольные. И волосы летят. Это я очень вообще такое люблю в клипах. Ай, класс, вот тут мне тоже нравится. Ай, блин, хочется под такой же фонтан. Ой, блин, там такой рёв был. Так, у нас другая песня началась, ребята. Ай, вот эти нотки ты миновый. Ну, классный был момент, где все наклоняются, он над всеми такой. Хотела сказать, плывет, но плыв он сейчас по воздуху. Ай, еще вот так, да. Эта локация была уже, да, в клипе? Но так вот прям акцентно только сейчас у нас появилась. Апетитина с его бока. Ого-го-го-го-го-го. Проходочка. Не все же скакать, боже. Посмотрите, как обтягивает кофта вот эти мышцы на спине моего красиво. Он еще в таком бархате, как будто пантера там был. И тут тоже прикольно как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, что там можно рассмотреть в танцах, но в целом это так красиво, вот это все движение его в этих блестках, в этих тонах, тенях, во всем на свете. Ну, Тэмин тут отвел душу по количеству разных костюмов, которые он здесь к себе примерил. А что это значит? А, это у нас спойлер, значит. Вот так. А, знаете, тут было столько всего темного, что я не везде могла рассмотреть самого Тэмина. Вот это. Но, с другой стороны, в концепте мне понравилось. Чувствую ли я что-то такое, не такое, в отличие от SM Entertainment? Однозначно, да. Я знаю, что Тэмин здесь во многом привожу руку к этому возвращению. Собственно, как и обычно, но здесь он курировал все, от точечки до точечки. Все, что видно, очевидно, глазу. И здесь было немножечко меньше выраженной концептуальности. Вот я так выражусь, да. Здесь был такой, знаете, вот как будто бы разглядесам. Вот так как-то это было. Много очень было разношерстных, разноплановых локаций. Был акцент у нас на перформансе. Был акцент на... Мне, кстати, очень понравилась манера съемки. Миксованность разных стилистик в видеоряде. Это у нас такой блюрный какой-то ЧБ неярко-контрастный был. Но самое прикольное, это все-таки у меня локация с брызгочками вот этого. До того, как она еще стала с брызгочками, она мне тоже нравилась. И, наверное, а, еще где он в маске, еще что-то такое у нас было в хоне. Там вообще ставка была прикольная. И потом по-другому песня у нас пошла. Кстати, в песне тоже она не такая, что мне кажется, с первого раза. Ты такой, а, блин. Ну, можно заметить, что она прикольная. Кому-то по вкусу вообще не зайдет сразу. Но это та песня, которая раскрывается постепенно при прослушивании. Сто пудово я буду слушать. И каждый раз все больше и больше подсаживаться. Потому что очень много всяких разных решений, штучек прикольных вокалов. Там Тэмина была здесь, как считаете? Короче, прикольно. Жду горизонт. Не знаю, что там будет. Судя по спойлеру, пока что я еще не поняла, не уловила. Не уловила. А, еще нужно субтитры посмотреть. Вообще, враженную с тема нужно посмотреть. Я там где-то в середине сказала, что Тэмишный очень Тэмин. Но вот в плане самого Тэмина, да, то есть самая его харизма вот этой сексуальной, вот он прям один в один был. А вот в СМ обычно у него более четко очерченные концепты, как будто бы, да. Как будто бы можно вот по какому-то отдельному кадру, можно даже не из клипа, понять концептуально, к какой эре относятся Тэминовской. А вот тут, ну, не так было. Тут много всякого было, мне так показалось. Хорошо. Светику говорим спасибо большое за заявочку на Тэмина. И я хочу еще один клип с вами посмотреть. Он пришел без заявочки. Пришел. Куда пришел? Просто Лиса взяла и выпустила вместе. Фит, это у нас с Розалией. Я правильно вы оставила ударение? Может быть она Розалия? Может так? Называется она New Woman. Так, если честно, мне кажется... А, не, подождите. Я недавно у Сумишки просматривала бегло клип. А у Лис смотрела я какие-то кадры отдельные, не пойму. Мне кажется, я просматривала, что там в клипе вот так тык-тык-тык-тык. Но целиком его не смотрела, поэтому решила посмотреть с вами, пока он еще свеж. И у меня окошечко в этой мультиреакции включает. Ой, боже, когда-то была такая раскладушка у мамы моей. И вот такая тоже у нее была. Две вот прям такие. Ленивая, прикольно. А про что песню теперь хочется посмотреть? А теперь я задумывалась про название. Мне очень нравится этот релиз, отвечаю. Розалия или Розалия. У нее очень приятный голос. Я, честно, не знакома с ее творчеством. В лицо я ее тоже не знала. Но кроме каких-то постеров, которые сейчас выходили, скриншоты, которые, опять же, я говорю, мне попадались. Вот так, в заголовках статей где-нибудь, картинки вот эти вот бывали. Или где-то в социальных сетях что-то мелькало у меня перед глазами. Поэтому общая у меня картинка была. И некоторые моменты, которые я здесь увидела, у меня было такое стойкое ощущение, что я где-то уже посмотрела тизер. Очень много всякого кей-попного у меня вот так проходит. Знаете, просто какой-то нескончаемый поток через мою голову. И я не всегда четко у меня все разложено по полочкам. А потом оказывается, что это все в моей голове уже ранее было. Ну, случается такое. Мне так понравилось, ребята. Я в последнее время вообще, ну, как-то пересматриваю периодически какие-то либо старые клипы, не клипы, а фильмы. Фильмы, либо определенные что-то такие, картины какие-то, публикации, старые журналы. Именно эстетически атмосферные. Вот этот клип такой был прям залипушенный. Я прям могу разобрать его на отдельные кадры, отвечаю, знаете, фотобук выпустить. Очень классно. Режиссер прям молодец. Образы девочек, естественно, не уступали абсолютно видеоряду. И каждая по-своему выглядела офигенно. Наверное, одни из самых ярких таких моментов, это, конечно, лиса с белыми волосцами. Ей идет такой стиль. Это, знаете, какой-то у меня микс был такой лолисы с утяжеленными ногами, да, где она такая высокая, длинная. Тут пальто ее еще подчеркивает, ее высоту, эти прямые волосы. И утяжеленные немного ноги за счет таких массивных, как будто бы, они не сильно массивные, но они все равно такие крупные сапоги на ней. Это свойственно ей. Я люблю, когда она одевается подобным образом. Не именно так, а я имею в виду именно тяжелые ноги на ее этой длинной фигуре. В мане, например, тоже, да, эти ее сапожки, которые на ней были. Вот один из таких моих любимых образов у нее. Здесь она была представлена иначе. Пошло у меня немножечко сейльного, я такого, наверное, из-за прямые волосы и пальто. Но на лисе это просмотрелось по-своему, и ей тоже такой образ идет. Потом, конечно, надела головой в холодильнике, лежит сама поза не очень-то удобная. Она выглядела такой ломаной, но это было так, как-то, как. Какое слово сюда подобрать? Не знаю, короче, какое слово подобрать. Короче, круто это было. И что еще? Возле стены Розалия мне понравилось. Вот там-то были с ней еще какие-то моменты, чуть не могу припомнить. Но были там прям, что мне очень понравилось. Короче, мне, в принципе, так-то все понравилось. Да даже просто рядом с этим принтером... Что это у нас было? Ксерокопировать. Копировальный аппарат. Копировальный аппарат. Ну, казалось бы, ну такая уже затертая тема. Алло, а нет, там было снято. Это все прикольно. То самое, такое шедевральное. Нутро очущалось в нем. Короче, мне понравилось. И песня классная, и голоса классные. Мне понравились интересные, опять же, решения с вокалом. И Лисы, и Розалия. Я ее не знала. У Лисы были некоторые моменты, которые мне показалось, что здесь очень выгодно ее вокал подчеркивают. Таким, естественно, припев. Этот масштаб. Это, знаете, какой-то такой объем. Выглядит очень дорого-богато. Звучит, я имею в виду. С одной стороны. С другой стороны, это прям так заедючий и попсово. Короче, как-то так все это объединилось. Дорогая попса получилась. Вот так. Класс! Я довольна. Мне нравится, что Нью Вумен. Вот это название. Прям как будто бы я себя почувствовала, знаете, с гордостью причастной к вообще женщинам всего мира. Особенно Нью, которые, да. Вот такое, знаете, приятное ощущение. Мне понравилось. Я ваши отзывы буду ждать в комментариях. Конечно же, как всегда, спасибо Авиатам, кто предложил клипы к просмотру. А на этом пока что буду закругляться. Саран-саран, с вами была Ариан. Люблю вас. Пока-пока-пока.